Всем добрый вечер, мы продолжаем разбирать книгу Шира Ширин «Песнь песней» по комментарию Рава Шерки. Итак, у нас вторая глава, я читаю перевод на русский язык, если у кого есть какие-то вопросы, замечания, можно и нужно перебивать, потому что наша задача вместе понять и разобрать текст. Итак, вторая глава Шира Ширин «Больна любовью». Здесь начинаются стихи, которые описывают страстное желание собрания Израиля к Всевышнему, и это стремление болезненное. Это повторяется в песне несколько раз. «Подкрепите меня постелой, освежите меня яблоками, ибо больна любовью я». «Больна любовью» – это не позитивное выражение. Возлюбленная должна быть любящей, а не больной любовью. Любовь – это здоровая вещь и не должна приводить человека к болезни. Но на протяжении всей «Песни песней» возлюбленная больна любовью. И пока ее любовь не станет настоящей и здоровой, что произойдет только в конце песни, она не сможет встретиться с возлюбленным. Собрание Израиля пока не готово к настоящей любви. И пока это не исправлено, существует запрет встречаться с Всевышним. Почему она не готова к разводу? Может быть, как раз потому, что у нее очень сильное желание до того, что это желание становится болезненным. И она уже не чувствует никаких границ и рвется к нему. А как раз вот это и нужно исправить. То есть, чтобы ее влечение не руководило ей, а было под ее контролем. Но если взять этот шабатный гимн, там не чувствуется, что это какой-то негатив. Да, произойдет мы уже очень по-разному, конечно. Ава, по-моему, очень амбимоментная вещь. Да, сина, ава, это как бы вместе, кто расширим, говорится, да, крипта, как это, любовь связанная с ненавистью. То есть сказать, что, знаешь, такое просто такое утверждение, как это, жизнеутверждающая, ава и да варбарей. Сказать, что любовь – это такое прям здоровое занятие. Вот пробежки делать по утрам и, по-видимому, здоровое занятие. Насчет того, что любовь была здоровой. Ну, во-первых, я что хочу сказать. Во-первых, прочесть можно по-разному. Халат Агавани, безусловно. Нет, самопрочтение это позитивное, что уподобляют любовь. Болезнь, ну, не в том смысле, что плохо человеку от нее, а что она как бы ей заразилась, она ей охвачена, как болезнь. Это может такое понимание, безусловно. Но мы сейчас разбираем то, как ведет это Рафшерк. А Рафшерк почувствует другой аспект совсем. И то, что ты говоришь, что она не должна быть здоровой, не должна быть Бори, ну, это, я думаю, у каждого чувства есть разные реализации. В идеале, скажем так, она должна быть, конечно, Бори, как любое другое чувство. То есть даже ненависть, наверное, есть место. И то есть всему, когда каждая вещь, есть правильное место в душе, в мире, в рождении. Для всего Бог создал какие-то рамы. Так же и любовь. Она в каких-то правильном реализации, она выполняет правильную функцию, она здоровая. Но то, что она говорит, Раф, подчеркивает, что она больна и ослабляет ее, поддержите меня яблотами и так далее. Показывает, что что-то не в порядке с этой любовью. Впадки, мы чего, пузыряки не стали? Еще раз? Нет, 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 тут кто-то включает. Орна, пожалуйста, не включайте микрофон, если у вас разговоры как бы там. Если это не вопрос. Может, это вопрос у нее будет? Нет, 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 там были, по-моему, там. Мне кажется, что, ну, как бы понятно, что Раф льет воду на свою мельницу, если так грубо говорить. Он построил некоторую модель, что... Ну, я думаю, что это не просто так, что этот аспект без злого тоже существует. Ну, вообще говоря, как бы, на мой взгляд, вся наша Рим, она странная с точки зрения религиозности. С ее точки зрения вообще, как бы, сильные чувства, любовь, вот этого тигра, то, что называют, прятки, он убегает, она больная, все. Есть шедух, поженился, пошли дети, прорву, ну и все, нигмара и нян, что тут ты разводишь? Ну, ну, хорошо, на самом деле это не так. Это сложно. Отношения между людьми – это сложная вещь, и отношения между человеком – это сложная вещь. И то, что Шерва… это песня-песня в результате, в конечном итоге, на мой взгляд, совершенно трагическая вещь. Начинается она с влечения, желания объединиться, окончается то, что он ее оставляет. Да, но какой у них статус? Они статус вообще возлюбленный. Насколько я понимаю, да, в религиозной жизни людей вообще нет статуса возлюбленных. Нет такого. Быстро встречаются, женятся, и все, дальше они муж и дана. А здесь вот вся переписка – это Ромео и Джульетта, на самом деле. Нет, это ты не прав. Тут никто просто не занимается глагическими вещами, как статусом. Он занимается историей любви. И эта история любви, она не зависит от того, что там на самом деле происходило. Бултаническая она была или непултаническая. На самом деле тут непултаническая любовь. Тут, безусловно, видно в середине первой главе, по-моему, что она непултаническая. Но неважно, может, они поженились где-то вначале. Это несущественный момент. Существенный момент – это чувство, это отдача, стремление, предательство, может быть, или неспособность принять или понять. Миллион вещей, которые с этим связаны. И все это параллельно отношению народа и Бога, и души человека, и Бога. Ты тоже скоро подумаешь, на горе сына и пришли, поставил над ними гору, как хупу, поженились и вперед. А дальше что? А дальше происходят всякие страшные вещи, вроде греха золотого тельца, и пророки все время упрекают евреев в грехах. Не все это гладко. Я не знаю, у кого вообще все всегда идет гладко. Это очень странно. Такого почти не бывает. Это внешне, может быть, у людей складывается впечатление, что все как хорошо. Легко. То есть иногда действительно бывают такие идеальные браки. Но даже в идеальном браке всегда бывают какие-то разногласия. Само еще расширивание, где не упоминается имя Всевышнего. Правильно? То есть это все как бы, это попытка наложить романтический текст на религиозную модель. Да. Вообще. Знаешь, ну Ромео и Джульетту тоже кто-то мог взять бы, например, и взять, расписать ее по религиозным каким-то докторам. Пожалуйста, тебе никто не мешает. И как бы у Рик и Мишо в свое время, тра-та-та-та-та-та, мы идем с собой, кота рассказывал, что это песенка про «Хазраби Чувар». Но на самом деле это не включено в тонах. Что же ты его не знаешь, конечно, да. Но это не включено в тонах. Понимаешь? Ты можешь, так сказать, найти тема людей. А кто Шиу делает? Кот? Шиу делает кот, кстати сказать. Нет, кот не кошерный. Но мы его с собой. Кто, наверное, делает Шиу, да. Короче, пожалуйста, это не запрещено. На самом деле ведь все отражает какую-то структуру мироздания. Любая литература. Она, может быть, с перекосом туда, с перекосом сюда. Я выключаю людей, которые странно звучат. Ну хорошо, продвинемся дальше. Да, Гриша, Андрей, еще кто-то. Кто-то еще что-то хочет сказать общее по поводу Шира Ширим, по поводу любви, романтики, религиозных. А ты включил трансляцию на YouTube. Да, да, да. Что? Включил. Я не понял. Трансляции на YouTube есть, да? Ну, на самом деле, действительно, тут не хватает. Вначале, может быть, Раф дальше скажет более подробно. В чем же ее непорядок? Вот она очень стремится к нему. Она готова все, так сказать, бежать за ним. То есть, как мы видели, она готова бежать, но все-таки хочет, чтобы ее тащили. Может быть, в этом проблема. Я не знаю. Да, ну, может быть, последнее. Я не хочу участвовать в такой сейчас диалог. Если настолько очевидна вот религиозная подкладка, да, вся тема – это тема отношения, как бы, к Всевышнему. Ну, почему в Широ Ширием по-простому не надо было заменить и написать имя Всевышнему? Ну, вот как пророки говорили. Зачем нужно идти на сказания? Зачем эти разгадки? Либо надо сказать. Нет, это красивая романтическая песня. Это иврейская Ромео и Джилет. Очень красивая. Ну, понимаешь, ну, когда Раф вот сто процентов начинает натягивать это на религиозную модель, ну, меня, честно говоря, смущает. Я не знаю, если вас не смущает, ну, как бы, собаку, не знаю. Нет, по-моему, здесь изначально писали религиозные люди, как бы, с таким… То есть дальше мы увидим вот эта символика, как бы, газели и лани, да, почему именно вот эти животные выбраны, что они конкретно отсылают в одно место в книге дворим, да, иначе просто, ну, быть не могло. Натас спрашивает, зачем нужны символические, зачем нужны метафоры, зачем? Зачем нужна каббала, какие-то сложные описания. Вы расскажите все. Ширки, она простая. Ам-Исраэль не готов, не готов, надо его готовить. Окей, не простая. Зачем вообще вся эта красота Ширкина? Нет, нет, нет. Это простая идея. Еще раз, я хочу привести известную очень цитату из Йола, «Ми псори ты хазей лоб». Я из своего тела пойму, увижу Всевышний. То есть без того, что человек что-то пережил, какие-то переживания, чисто, так сказать, если тебе разложить один, два, три, четыре, первое, надо любить Бога. Два, вы еще не готовы. Три, для того, чтобы быть готовым, надо один, два, три, четыре, пять. Это не работает. Для того, чтобы приблизиться к Всевышнему, надо задействовать все чувства, и разум, и чувства, и любовь. И понять это можно только на примере реальных вещей, которые мы, люди, переживаем. Другого пути нет. И так же работает и каббала, то же самое. Ее символика, она основана на каких-то чувствах, которые человек в состоянии осознать. И все вместе это дает им возможность где-то ощущать это переживание откровеннее. Окей. Я, может быть, только хочу сказать противоречие себе и подтверждение Нехамы. Сейчас я подумал, что на самом деле, как бы центральная мота, вот этот девиз, который евреи говорят, да, шмай-страэль. Он действительно сразу после шмай. Говорится, а, да, это, шем и руке. Будешь ты любить. Это действительно слово «любовь». Действительно, любовь там на месте. Это именно любовь. Ну, конечно, это не единственное место, где говорится о необходимости любви к себе. Ну, хорошо, пробили все дальше, по-видимому. А что такое любовь? Она непростая, что-то, да. Ну, да. А может быть, здесь в этом все и дело, что, как бы, вот эти отношения, там, возлюбленного и возлюбленной, как ты говоришь, Натан, их в ортодоксальной жизни, в принципе, быть не должно. И поэтому вот эти все описания, они, как бы, идут на грани нарушения. То есть, они вызывают такие ассоциации, которые где-то за гранью твоей религиозной жизни. И как раз об этом здесь идет речь, да, что ты должен вот эти все желания и стремления их как-то включить в свою религиозную жизнь. То есть, это, как бы, такое тонкое искушение. Ну, дальше об этом как раз пойдет речь. Наверное, смотри. Мы посмотрим. Ладно, не будем спойлерить. Садергам. Газель и лань, да, тут есть разные варианты переводов вот этих животных. Я остановился. Газель и лань. Так, святость вне храма. Так сказано после этого в седьмом стихе. Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, «Газелями и полевыми ланями», «Не будите и не пробуждайте любовь, пока не пожелает она». Газель и лань появляются в песне в трех случаях. Первое. В отношении клятвы. Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, «Газелями или полевыми ланями». Второе. В отношении возлюбленного. «Возлюбленный мой подобен газели или молодому оленю». И в отношении возлюбленной. «Две груди твои, как два олененка». «Двойня газеля». И клятва, и возлюбленные, и возлюбленные упоминаются вместе с этим двойным выражением. «Газели и полевые ланями». Или отдельно. «Газель и лань», но вместе, в одной строчке. В чем смысл этого? Соединение «Газель и лань» появляется несколько раз в книге «Дворим». Это чистые животные, которым можно делать шхиту и есть, но нельзя приносить из них жертву. Это позволяло делать шхиту за пределом мешкана. В пустыне было запрещено шхитовать коров за пределом шатра собрания. Но «Газель и лань» были разрешены. Из шхиты «Газели и лань» мы учим, что есть святость во всяком месте. И также за пределами храма. Но эта святость временно не может войти в храм. То есть «Газель и лань» – это святость нездоровая. Она не проходит через фильтры храма. Здесь, наверное, нужно пока что остановиться. Вот тут уже совсем какая-то глубина раскрывается. То есть, насколько я помню, книгу «Дворим» в пустыне они могли есть кошерных животных, коров, баранов, только если они приносили, освещали их в храме. Соответственно, человек, который нечист, у него нет храмовой чистоты, он не может есть мясо в состоянии пустыни. При этом были «Газели и лань» вот эти, которые разрешены в пищу, но при этом они не возносятся на жертву. То есть получается, что это такая как бы пограничная область между святостью, между кашрутом и не кашрутом, между святостью и нечистотой. Дальше. Они приходят в Эритс-Исраэль, да, и там меняются законы. Говорится, что теперь Господь расширит пределы твои, от тебя будет мешка, но не всегда с тобой ходил по пустыне. Теперь он будет далеко в Иерусалиме, если ты захочешь есть мясо, когда пожелает твоя душа поесть мясо, там сказано. Ты можешь есть этих коров без того, чтобы приносить их к жертвеннику, к храму, а можешь есть их на любом месте, на котором захочет душа твоя, как чистый, так и нечистый может их есть. Как ели газели и ланей в пустыне. Вот такая как бы аналогия, если я правильно помню. В земле Израиля был разрушен забой скота не ради храма, а в пустыне, да, только диких животных. И это интересно, и смысл не очень очевиден, я думаю, не так просто. Что значит это? Давай вернемся, как там еще написано, что это святость. Как она называлась? Душа лобрия, нездоровая святость. А, лобрия. То есть, да, дырех миссанена челемикдаш. То есть, она разрешенная, ничего такого плохого в мне нет. И вообще, так сказать, по подходу Рава Кука и Рава Шерки, я думаю, во всем мироздании, во всем, во всех животных есть определенная святость. Но некоторые животные нам запрещены совсем для еды, да, а некоторые разрешены, но, тем не менее, есть это под каким-то, так сказать, вопросом. То есть, это реально, эта святость реализуется не полностью, когда их назначение. Если бы, то есть, поэтому есть проблема вообще. И насколько я помню, если бы я могла сейчас, вообще вряд ли я быстро найду, но стихи, которые описывают забой в пустыне этих диких животных, они очень проблематичны. Они параллельны, буквально там, есть там выражение «штихут дамеем», буквально такое, «дам шафах». Да-да, здесь это будет. Поэтому оно действительно на грани. И то, что потом это разрешается, нет и уступка. То есть, изначально вообще не разрешалось, до ног есть животных. Потом есть некоторые уступки, ты можешь их есть. Но у евреев появляется, вот, на определенном этапе истории ограничения довольно сильно, что ты этих вот животных, ты можешь есть только, если они проходят через храм, там к жертву. То есть, осознавая, видимо, переживания некоторые, так сказать, мы сейчас в книге «Вейкра», да, что ты не просто как, как ты сорвал яблоко из пуши, а ты все-таки лишаешь жизни животное, что это должно, как это сказать, осознавать, что эта жертва или это действие, оно не может быть, так сказать, чисто механическим поеданием, да, что это, каким-то образом ты должен этому придать большой смысл. Ну, нам это трудно сегодня понять, еще раз. А поэтому, когда разрешают что-то есть без этого, да, вне храма, то как бы есть о том что-то позитивное, тем не менее, поддержание жизни, там, и ты, в общем, понимаешь, что какому-то животному пришлось расстаться жизнью для того, чтобы тебя поддержать, тем не менее, оно как бы сглаженное, не совсем верное. Это то, что мне кажется, я не знаю. Это, если кто-то понял, я его поздравляю. Пойдем дальше. Нет, по-моему, здесь идет как бы продолжение вот этой тенденции, что от всякого дерева ешь, да, который очень часто Расшерпи поминает, что задача Адама, да, конечная задача съесть все, что находится вокруг него, но какая-то часть она запрещена к тому, чтобы вносить ее внутрь себя. Мы видим, что эта тенденция действительно расширяется, да, ноху было позволено есть мясо, да, потом, значит, мясо делится на кошерное и некошерное. В состоянии пустыни они могут есть мясо только в святости, только проводя его через мигдаш, и потом, когда они входят в землю Израиля, да, то там уже расширяется область того, что они могут есть. Они могут есть уже там любую какую-то корову, которая даже не посвящена. Ее может есть и чистая, и не чистая, то есть идет расширение области, которую можно включать в себя. Вот, и при этом есть вот эта, как бы, область, которая названа ограниченной. То есть вот есть некая пограничная область между святостью и несвятостью, между разрешенным и запрещенным, она называется вот это вот олень и лань, да, как вот, то есть получается вот эта символика, исходя из книги дворин, она нам говорит о пограничной области, которая в потенциале должна быть включена святость. Или должна быть включена святость, или не должны перестать их есть, а перейти только на более святое существование, поэтание, но не знаю. Так или иначе, неважно, то есть есть что-то пограничное в данном случае, что-то, что едят вне храма, короче. И с этой любовью, видимо, тоже что-то не совсем так, да? Да, и вот эта любовь, которая, какие-то вот эти стремления, да, которых не должно быть в ортодоксальной жизни, их как раз вот описывает, как бы, очень подробно книга Широширин, да, и заставляет задуматься вообще, что делать с вот этими влечениями, как их осознать, и вообще там вопрос, стоило ли включать эту книгу там в корпус Танаха и так далее. То есть вот опять же такая пограничная книга, которая пишет про, которая в описании любви пользуется аналогиями вот этих пограничных животных. Вообще, мне кажется, немножко на другом уровне, ведь это же как бы известно, что из Шира Ширим, казалось бы, такой романтической отвлеченной вещи, да, делают выводы, касающиеся, вообще говоря, возвращения в землю Израиля, насколько легитимен вообще сионизм, насколько легитимны вообще возвращения, пока действительно нету какого-то знака с небес, то есть исключительно руками людей. Вот это вот, мне кажется, вот здесь вот эта тема, то что Раф говорит, она как бы с этим перекликается, правильно? Что известно, как бы, тема вообще, я не знаю, Сатмар, это, по-моему, которые говорят о том, что Альтаир в Альтурейру не будите, нельзя будить, нельзя вообще это самое приближать, только чтобы это, когда это созреет, само придет, будет какие-то симонимы. Здесь тоже, как бы, все время такая идея заключается в том, что, как бы, время еще пришло, не пришло, вот это вот, по-моему, что-то с этим тоже. На самом деле, я хочу заметить, что есть общий принцип Талмуды, что из Писания не учат Галаху. То есть, в философском смысле, конечно, могут спорить, что есть тут какой-то намек на то, что будет, какая-то часть пророчества. Одни говорят, пророчества, что вот, горлица слышен, в нашей земле, то есть, наоборот, пророчества возвращения. Другой говорят, наоборот, если запрет, но все это не на уровне Галахи. Тут, может быть, споры, это не Галахан, но сионизм это не Галахан. Нет, но споры тут так, вам запрещено. Нет, нам, ну, они говорят, вам запрещено, потому что вот сказано, Аль-Дейро II, выводить такой запрет. Галахический, это проблема. В одной из лекций Раф Шерки сказал, что вообще, как бы, большому везению народа Израиля, вот были такие нерелигиозные, которые брали и делали, потому что религиозные бы сидели и все время выясняли, а Аллахот такие, не такие, а вот это так и не так. Ну, и ничего. Ну, может быть, Галахот они выясняли, но формально из Ширы Шерим не должно бы выводить в Галахот, потому что это писание. Галахот выводится из Тары, они даже не из пророков. Ну, хорошо, тут Раф говорит, что, по-видимому, возлюблен еще не готовы. Это не Аллаха, что тогда это предположение? Это философия. Это то, что мы учим. Затем нужна философия. Должна быть Аллаха, сделай так, делай, возвращаться, не возвращаться, все. Тогда вопрос к Раф Шерим. А эти размышления, если ты не Галахот, а к чему? Что они нас учат? Общему пониманию? Да. Вопрос. Да? Так, вообще, в принципе, для чего нужны пророки и писания? Для того, чтобы научить нас чему-то, что мы сами не смогли выучить из Тары, не смогли понять. Научить другим способом. Вот Равенахман, например, он всю жизнь там сложные всякие коллабилистические рассказывал учения, а в конце жизни стал рассказывать сказки. Потому что понял, что… Что в конце жизни… А, сказки. Да. Что форму надо поменять. Что люди усваивают все. Будьте проще, народ к вам потянется. Такая была идея. Сказки… Нет, 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 это не значит, что проще. Это не значит, что… Казалось бы, что простого, да? Да. Там все сложно слухонорок, так утром вставать на правую ногу. Это правый за шнуровый, левый за шнуровый. Все-все описано, как те же это. Проще простого. А, но так, что это плохо работает. Окей. Что философствовать? Открыл книгу, читай, что делать надо с утра пораньше, до самой ночи. Ну, как сказать, у них есть люди, у которых, это доработает. Нет, нет, я не думаю, что это… Если в этом нет. Ну, хорошо. Нет, нет, Робинах как раз так и писал, что в нашем поколении не могут понять Тору, принять Тору в прямом виде, то есть как указание, делать так и так. Поэтому ее нужно облачать в сказке. Ну, смотри, сказки тоже. Я был в синагоге у Таймани. Ну, просто так зашел, так получилось. Поехал к ребенку, он там мужа, Таймани. Вот они перед субботой читали Широ Шири. Слушай, ну, это вообще было. Я не понял ни начало, ни конца. То есть они просто буквально наизусть вообще шпарили. Они прочли где-то, я не знаю, минут, наверное, за 15-20, чуть-чуть расширим проскочили. А это делают каждый суббот. Ну, это не пенка, потому что в результате люди знают ее наизусть. Ну, да, что значит, знают наизусть. Я помню, что ты в России хоть одну из этих вещей, которые мы обсуждаем. Они вообще врубались в это когда-нибудь? Ну, неважно. А, неважно. Эти нет, а другие, да. Нет, ну, есть много очень пластов. Человек иногда, когда он просто читает стихи или какую-то песню, он некоторые вещи усваивает даже подсознательно. Ну, человек обычно Мандельштама просто так не считает, понимаешь? Или ему, где он не может заповедывать? Мы читаем Мандельштама каждый раз перед субботой. Ну, вот когда он читает Мандельштама, почему он раскладывает по полочкам? Потому что у него веление души, и поэтому он врубается. А здесь людям сказали, перед каждой субботой... Ладно, это уже мы не будем обсуждать. Иногда так, иногда наоборот. Это сложно. Ну, хорошо. Господа и дамы, может, тут хочешь что-то вставить? Нет? Народ не хочет вставить. Ну, хорошо, продвигаемся дальше. Ну, между нами трудно что-то вставить. Ну, да. Мы между собой так. Ну, мы сами вставляем, посады, развлекаемся. Поехали дальше. Итак, значит, оленьи и лани, да, святость, которые не проходят в храм. Это имя Ашем не на своем месте, не во дворце. То есть, имеется в виду четырех буквен имени, как мы его сейчас произносим, а как оно должно произноситься, как оно произносилось, и оно должно было так произноситься в храме, да, за пределами храма это было запрещено. И вот здесь есть важная сноска. То есть, корень этой темы можно увидеть в запрещении упоминать имя по их буквам. Бегвулин в лоба мигдаш. То есть, вне храма, насколько я понимаю. Сонедрин 101б. Вне рэш и коль хатат и рэвуам. Итак, значит, грех рэвуама основан на желании раскрыть святость во всяком месте, кроме Иерусалима. Итак, это был рэвуам, да, который, как бы, после разделения царств он поставил двух золотых тельцов. То есть, они отменили хождение в иерусалимский храм, и у них были два золотых тельца. То есть, и здесь, как бы, предлагается посмотреть, что, возможно, он, это было расширение, как бы, святости. Ну, обычно, как бы, по аллахе это грех, там, золотые тельцы. Вот, но можно посмотреть с другой стороны. То есть, он хотел расширить святое место на север. Иерусалим вышел из Иерусалима, говорит раби Ханина, бар Папа, шеяца, мипитка, шель Иерушалаем. Вот это вот я не понял, Нахама, мипитка. Я тоже не знаю. Да, это? Так, миша и холя, я льет хью вика, малах, шель и пашту. То, что могло было бы быть позитивным, как процесс распространения святости из Иерусалима и дальше, как сказано, в будущем Иерусалим достигнет ворот Дамаска. То есть, мы знаем, да, что в книге Захария, по-моему, из нее следует то, что Иерусалим весь будет как храм, вся земля Израиля будет как Иерусалим, а весь мир будет как земля Израиля. То есть, в планах находится расширение святости как раз на пределах всего, всей вселенной. Маши и холя и аль ют хью вика, малах шель а. Я просто хотела подчеркнуть, что здесь главное, что он опирается, хотя сам по себе золотой телец тоже нарушение, но тут он как раз больше относится с тем, что он перенес место служения, вынес его из Иерусалима. Да, если кто помнит, мы, кстати, были там, когда были на семинаре, помните, мы были, да, видели это место храма. Если в Иерусалиме все там уничтожили, то по этому храму Иерусалима можно судить о том, как был устроен Иерусалимский там, это в скобках. То есть, он ее заменил, да, а не расширил. Вот в чем дело. Ну, то есть, он отрицательную вещь сделал. В любом случае, отрицательную, но тут было два аспекта. Первое, что он поставил там игру, нехорошо. А второе, что он стал приносить жертвы вне Иерусалимского храма, да, что это тоже запрещено. То есть, с тех пор, как Иерусалимский храм построен, нельзя доносить. Но Раф хочет, но как бы, для чего это Раф приводит, что в этом могла быть какая-то положительная, позитивная вещь, хотя бы изначально. Да-да-да, позитивная она была бы, если бы храм Иерусалима расширился до этих пределов, и тогда можно было бы там, скажем, приносить жертвы. Но поскольку он это сделал как замену, или как добавление, то есть, это не было расширение. И это все время основная как бы тема, то, что Раф говорит, как бы вот эта вот подтема ширина ширина, то есть, как бы, все так и не так. Все так и не так. Такая идея. Насколько я понимаю, что вот это есть, вот это нездоровое стремление, да, что время еще не пришло, но мы уже стали как бы храм ставить на севере. Да? Так у меня, конечно, есть вопросы, ладно, я оставлю в скобках, просто не надо отвечать, а зачем Шло Муамел писал нездоровое стремление? Ну, вот непонятно, зачем это был народ сумасвали? Он и был здоровым. Потому что есть в мире нездоровые вещи, и нужно их как-то исправить, и нужно не держать в себе, а как бы их описывать и сравнивать там с образами из дворей, вот это с газелями. Я понимаю, понимаешь, но вот то, что известно, да, мудрецы сказали, что, видимо, отбивая, как бы, упрек или, во всяком случае, обвинение, скажем, в том, что вообще нельзя было вносить Широ Ширим как бы в кодекс святых книг, известные выражения мудрецы говорят, что Широ Ширим – это вообще самая святая книга. А мы сейчас все время крутимся в том, что тут все неоднозначно и нездоровое, и непонятное, и ни ко времени, и несозрелое. Нет, 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 это сюжет, это движение какое-то. Как ты говоришь, экшен, динамика, да? А, экшен, ну хорошо. Есть движение. Сначала чувство незрелое изначально, это нормально. Невозможно сразу запрыгнуть в какую-то безумную высоту. История развивается, она длинная. Божественные мельницы мельт медленно, народ исправляется медленно, он не может сразу достичь идеального уровня. Вот сначала она, это так же, как с любовью, как с девушкой, которая чувствует сначала. Странно, что не приводит это все-таки, вот мне было бы казалось более не то, что же логично, понятно, если бы вот все, что мы говорим, как-то облекалось на персонаж автора, если это шло мог, что вот все вот эти вот вещи, которые мы называем, это то, что с ним происходило. Но как-то получается, что это все равно не связано с ним, с его временем. Когда человек что-то пишет, анализирует, в каком времени жил автор, почему он так написал. Здесь вообще это оторвано. Нет, это здесь не разбирается. Если ты хочешь исследования, то это не то место, в котором мы это снимаем. Но почему его раздирают такие противоречия? Ну, в данном случае нам не так важно. Вообще непонятно, когда он это писал. По одному мнению, он это написал в юности, а каэлит в старости, а по другому наоборот. Каэлит в юности, а шедушерим в старости. Но это, на самом деле, мы занимаемся содержанием. А не как связано содержание с личностью автора. Даже Шломо, который упоминает Шедушерим, он не как автор понимается. Тов, ну хорошо, есть еще всякие мысли, но пойдемте дальше, наверное. А, да, мы до конца не дочитали примечания. Нет, примечания мы прочитали, окей. Ну, мы не дочитали, но мы, в принципе, обсудили, да, что вот эта тенденция расширяться, при этом отрываться, к сожалению, от источника. То есть, если ты расширяешь, что при этом ты оторвался от источника, это уже становится блок-кашер. Да. И газели, лань, в этом смысле, вот эти пограничные животные по отношению к доброношению, они как раз это с ним влизируют. Правильно? Такая идея? Да. Окей. Ну, хорошо, забодали, газели, лань, поехали дальше. Ну, мне кажется, что как раз это связано со Шломом, прежде всего, потому что это было самое большое приближение, да, к тому, что должно быть. То есть, уже был храм, первый храм, да, приходили все народы в этот храм, да, и должно было как раз тут начаться вот это распространение границ наружу, да, вот. И об этом, может быть, он как раз и мечтает, Шлома, в этой книге. Нет, ну, погодите, ведь сейчас же начинается самое интересное, вот следующий абзац. Да. Ну, давайте тогда продолжим читать. Давай, если Гриша обещает, что самое интересное, имеет смысле. Ой, там вообще бомба. Есть определенная моральная проблема в шхите газели и лани, и поэтому Тураза поведают покрывать их кровью. Ну, там сказано, что если ты таки зарезал, зашхитовал вот эту газель и лань, ты должен прикрыть их кровью. То есть в этом есть, получается, какой-то грех. Теперь понятны слова мудрецов. Если вы разбудите любовь прежде времени, я сделаю позволенный вашу плоть подобно газелям и полевым ланям. Ну, непростой посуду, да, сделаю позволенный вашу плоть, то есть получается, что вашу плоть тоже можно будет есть. То есть это какое-то такое страшное прегрешение, вот именно разбудить любовь прежде времени. Что значит разбудить любовь прежде времени? То есть есть какие-то вот на горизонте олени и лани, да. То, что мне потом будет позволено, но пока что мне как бы то ли запрещено, то ли разрешено. Если человек выходит за вот эти границы и вносит святость то, что запрещено, то есть получается, ну, как бы делает фактически какой-то грех, да, то все, это как бы кранты. И там сделаю, то есть сделаю вашу плоть позволенной. Я так понимаю. Андрей, а ты как понимаешь, в ком разбудить любовь-то прежде времени? В самом себе или в ком-то другом? И что значит? Это же, так сказать, неволевое действие. Человек не может. Разбудилась она, так разбудилась. Волевое действие как раз поставить ограничение вот этому стремлению как внести в святость то, что пока вносить нельзя. А при этом как раз во всех есть вот это стремление расширить границы. А любовь в ком разбудить? В себе или в каком-то объекте? В себе. В себе? Вот эти дочери Иерусалимские, насколько я, насколько пишет Раша, это народы мира. То есть это страна нечистоты, которая искушает Исраэль, какими-то вкусными, значит, ланями, которые, в принципе, ей в потенциале предназначены в пище. Вообще, с другой стороны, вот опять же, эти Альтаирова, Альтаиро, это вот, насколько я понимаю, это была полемика с сионизмом вообще. Есть время возвращаться, нет времени. Это была полемика с сионизмом, но, мимо этого, это, в принципе, некоторое предостережение, что... Инициатива, инициатива, правильно либо неправильно, потому что, например... Да, но не случайно, это не то, что они запрещены, Ланя и Газели. Они где-то на границе, это очень интересно вообще, что они на границе. Они разрешены, но есть там некоторая сторона неправильности. Но без нее, видимо, никак нельзя. Да, но интересно, что по отношению к тому же Израилю, как бы вот неоднозначно, да, ну, то есть, мне, например, ну, я думаю, как бы и большинству однозначно, что, как бы, явление возвращения государства Израиля, Шевацион и вообще, как бы, ну, уже Рафшерки, понятно, что это положительное явление. Но если посмотреть с другой стороны, как бы, ну, неоднозначно, потому что само государство, оно совершенно не соответствует, как бы тому, о чем, как бы, мечтает. Неидеально, да. Да? Совершенно верно. Поэтому в каком-то смысле, может быть, если бы не было катастрофы, да, то, наверное, ничего бы не произошло, потому что это считалось же прежде всего. Ну, это уже совсем... Ну, хорошо, окей. А то, что, так сказать, есть... Это очень сложный вопрос. А может ли другим путем все пойти? Да. Она им говорит, задним числом она, возлюбленная, это говорит, не пробуждать. Она уже пробудела. Она уже пошла по этому пути, да? Ну... Да. Окей. Беседер. Ну, хорошо, идем дальше. Ну, может быть, здесь дело в том, что то, что запрещено, то, что говорится о том, что здесь говорится, что запрещено, это распространение из центра в периферию. А движение сионизма, это было движение от периферии к центру. То есть пробуждение снизу, то, что называется. Сейчас, последние времена, время пробуждения снизу. То есть мы можем отвечать на слово Всевышнего. А здесь говорится о другом. Да, ну... Вы, конечно, правы, Андрей. Но все равно, если смотреть более общее, то во всяком таком порыве, пробуждении, любви всегда может быть эта сторона, да, в котором есть еще газели и лани, которые, в принципе, находятся где-то на границе. Их можно есть, но есть с ними проблемы больше. Да, все-таки. Это как символ того, что, с одной стороны, любовь, она позитивна, с другой стороны, мне есть нечто болезненное, подкрепите меня к яблокам. То есть она еще не идеальна. А с другой стороны, может быть, так всегда приходится идти истории. Ну, во всяком случае, истории взаимоотношений народа Израиля со Всевышним всегда есть какие-то... Почти никогда нет идеалов. Но просто к нему движемся такими сложными путями. А как вообще можно узнать, пришло время или не пришло? Готовы уже питать свет? Тоже хороший вопрос. Замечательный вопрос. Никак. Я вот для затравки могу сказать такую дикую вещь, на самом деле, чтобы разбудить народ. Вот я должен сказать, что я со временем просто вот, живя, скажем, 30 лет в Израиле, общаюсь с евреями, с еврейтянами вообще все время, живя с евреями. Я вообще прихожу к каким-то странным мыслям, о том, что вообще настоящие религиозные в наше время – это не религиозные. Религиозные настолько спутаны бесконечным количеством, грубо говоря, заморочек. Это делает их настолько неинициативными, понимаешь, что они в принципе не готовы быть теми, кто первыми вступает в море. И даже эти могут быть. И потом только быдиават, да, когда уже религиозные объясняют, как рапуха, они говорят, ну, конечно, это худспай и все проще. Но не быдиават, а когда, как вот Гриша говорит, когда непонятно, что делать надо, могут делать люди, и делать люди, которые менее связаны. А религиозные по жизни, они очень связаны. Ну, я не знаю, потом приехали сионисты, а те, кто здесь жили до этого, это были религиозные люди. И с сионистов было очень много религиозных. Поэтому не нужно так… Задим числом наше нелигиозное государство постаралось их всех стереть, как будто их не было в истории. тех… Ну, хорошо, это был такой закидон. Да, и вообще, так сказать, очень сильное выражение. Посмотри на этих левых, да? Они религиозные? Левых, послушайте. Не знаю. Это вообще… Вообще, я бы с ним углублялась. Это мы, так сказать, узнаем в конце истории. Это наболевшее. То, что у правильного путем оттуда. Я вам высказал свое наболевшее, правильно? На мой взгляд, это то, что происходит в Израиле. Ну, тебе так хочется думать. Ну, что хочется? Посмотри удельные вещи. Хочется думать, что у вас. К сожалению, все-таки это маргиналы. Они не делают погоды в стране. Ну, хорошо, пойдем дальше. Окей. К сожалению, я говорю. Окей? Итак, теперь понятны слова мудрецов. Если вы разбудите любовь прежде времени, я сделаю позволенный вашу плоть подобно козырям и полевым ланям. То есть, если вы попытаетесь прежде времени привнести святость, которую пока не можете усвоить, впитать, это причинит вред. Это будет как жертвоприношение, но вне храма. То есть, имеется в виду, что есть запрет на жертвоприношение вне храма. Это пугающее выражение повторяется и предостерегает. Обратите внимание, пока еще есть газели и полевые лани. То есть, нам получается, широ-ширим напоминает, что еще есть в мире газели полевые лани. То есть, вот эти пограничные персонажи. Не всякое животное приносится в жертву на жертвенники. Не всякая святость проявляется через мораль. И нужно остерегаться, подходить к святому не из морального возвышения. Эта трудность подробно разбирается Ралом Куком в его статье «Война святости и природы». Урод Акодыш, часть 2. В которой выясняется, что есть святость, которая над природой, которая называется обычная святость или раскрытая святость. То есть, то, что раскрыто как святость, нормальная святость. И есть святость в природе. То есть, в природе, в животном мире, в самой природе, которая во много раз больше количественная и качественная, чем открытая святость. И она дохекитет родлав. То есть, она наступает на пятки, давит, она теснит того же религиозного человека, у которого свято то, что свято. Но при этом есть какие-то влечения. То, о чем пишет Шираширим. И она пишет как раз о природной святости, о любви мужчины и женщины, о флирте. И параву куку, насколько я понимаю, это святость природы, святость земли, противоположность святости небу. И ее духовный корень, он выше, чем вот этой природной святости. Это как мир тогу, который выше мира текун и так далее. То есть, есть какая-то святость, которую мы пока не можем впитать. И она находится за пределами разрешенного. То есть, то, что запрещено законом Торы, оно это вот то, что не смог съесть Адам. То, что в потенциале предназначено. Но пока не время. И про Адам это ты говоришь, либо это написано здесь в тексте где-то? Это вот я сейчас то, как я это понимаю. Да-да, мне кажется, это очень правильно ты говоришь. Почему? Потому что с самого начала, это называется, зарождение Мишахар-Инушу, да, с самого зарождения человечества, мы все время видим эту линию, что все время есть вот эта вот проблематика о том, что соотносительно должен быть какой-то тайминг. То есть, нельзя сказать, что абсолютно правильно либо абсолютно неправильно. Съел, это, конечно, плохо, это грех. Но с другой стороны, если бы чуть-чуть подождал, либо если бы сделал правильно, то это было бы на самом деле правильно. То есть, все время какие-то амбивалентные вещи получаются, понимаешь? Ты бы хотел, чтобы все было понятно и однозначно. Ну, все не просто. Ты знаешь, знаете, Андрей, мне казалось, ну да, может быть, это круги и линии, потому что линии – это как бы однозначно такая святость, правильность, направленность. А круги – они соответствуют природе. Но поскольку природа тоже, они вместе должны привести к цели творения, то, безусловно, в ней тоже есть святость. Просто мы ее не можем раскрыть на сегодняшний момент. То есть, свет, который в кругах, он более сильный, чем тот, который в линии. Да. И поэтому мы не можем его пока что впитать, переварить, и поэтому мы получаем свет через линию, то есть, через какие-то моральные ограничения, те, что нам даны. – Да. Окей. О них, предположим. Но, допустим, если попытки всякие насильно влезть, например, пуститься, с целью подняться, например, или извлезть эту святость не вовремя, они кончаются права, человек начинает грешить, он потом не сознательно. но опять же, когда оно вовремя, кто может сказать, когда оно вовремя, вот эта проблема, вот эта самая главная проблема, кто может сказать, когда оно вовремя. – История, история. – А, история, но бы идеолог. – История нас рассудит. Ну, а как, а как, только за одним числом мы узнаем. Нет, ну, на самом деле, это простая вещь. Человек, который говорит, я хочу грешить, это безнадежное дело, да, он, допустим, шоптать сви, да, или его последователи, там, которые, именно, такую себе цель ставили, да, они говорили, который заповедал нам грешить, то есть они сознательно устраивали оргии всякие, кровосместительные. – Тоже красиво. – И прочее, чтобы как бы… А? Франкисты, да? – Тоже красиво, окей. Ну, хорошо, да. – Франкисты, знаешь? Ну, в общем, короче, это безнадежное дело. От них ничего не осталось. Но, как бы, намерения у них были такие, они хотели взять и вытащить оттуда. Вот мы сейчас согрешим, вот мы такие вот станем грязные, а потом поднимем эту святость. Нет, она оттуда, таким образом она не извлекается. – Ну, это известно. – Она извлекается так. – Вот я такая известная свинья, валяясь в лужу, ходите, смотрите на меня. Окей. Все. Тема известная. Есть что-то так в некоторых культурах на помощь тоже, да. Окей. Нет, но на самом деле, значит, есть такая потребность, да, туда вот нырнуть, в этот омут, потому что там что-то притягательное есть. Притягательное, что притягивает человека? Некая святость, которая там есть, но она, таким образом, она не извлекается. – Получается, то, что нас привлекает, какие-то запрещенные вещи, они нас привлекают, потому что это святость еще более высокого уровня, которая на данном этапе для нас запрещена. – Да? Наверное. – Но по отношению к Широ Ширим это к чему? Это к этим газелям, к этому, те, что… – Да? Газели – это намек на этот факт, я думаю, да? – Здесь так и написано, что вот эта святость природы, она во много раз больше и количественно и качественно, чем открытая обычная святость, и она вот на нас ставит. И это и есть газель и лань. – Окей. Газель и лань даже не знали никогда, вообще говоря, какие у них складные функции, на них навешаны. что-то сообщит кто-нибудь. – По-моему, совершенно революционные здесь поднимаются идеи, а вот народ почему-то молчит, ни вопросов, ни возражений каких-то. – Народ газелям по жизни видел когда-нибудь? Я вообще не понимаю, зачем их убивать, например, что им делать? Другой, конечно, вопрос. – Ну, потому что довольно… – Ну, понимаешь, ну, как-то еврейская позиция такая странная, потому что возлюбленные, высокие вещи, а комментарий идет, вообще говоря, на собой. Ну, при чем это здесь? – Ничего, зачем газель убивать? Ну, наслаждайтесь, бегает, прыгает, кайф такой вообще. – А листворяю, что возлюбленные, а что сразу ее резать надо? – Гриша? – Я хотел сказать, что саму идею понять, воспринять очень трудно, что нас тянет к чему-то такому плохому, потому что на самом деле это, наоборот, очень хорошее. – Нет, это не наоборот. В нем каким-то образом заключена связь. В том-то и дело, что она примитивным способом, например, человека тянет к чужой жене, и если он решит, что в этом его задача как раз с ней завести, связь, если его там тянет, то это, так сказать, примитивный грех получается. Хотя, само притяжение, в нем есть какая-то позитивная роль, но мы в тот момент он ее не знаем. Например, может быть, когда-нибудь каким-то другим способом их судьба сведет, например, у Давида, сейчас не обсуждаем в общем и целом то и что и как и почему Давида и Батшева. Если бы он так или иначе даже если он не согрешил как с чужой женой, все равно там было не моральное поведение у него, когда он послал Урия на смерть, он мог бы другим каким-то способом, он все равно мог погибнуть Урия, он мог бы на ней потом жениться нормальным образом. и тогда может быть реализация вообще вся история пошла бы по-другому. Не знаю, то есть извлечение тебе все равно запрещено нарушать, ты должен вести себя морально. И тогда то, что тебя притягивало, оно может реализоваться правильным образом, и тогда свет этот будет извлечен. Ну, в общем, я как бы понятно, нет? Как раз очень понятно. Да. Вообще, как бы такое ощущение, что все-таки вот религиозная концепция, она гораздо более, я бы не сказал даже сложная, она гораздо более зыбкая. Ну, почему? Возьмите религиозных людей, то, что называется адюнтер, треугольник, он, в принципе, разрешен в обществе, это не на уголовную наказуемую вещь. Между нами это не так. Совершенно не так. Ну, подожди, если бы это не преступление, а как бы с именем законами тоже понимается, что, в принципе, это плохо, но если пришло время, и в этом все-таки что-то такое есть, то есть это все время какие-то такие перевертыши будут. Вот мне кажется, вот в момент такой, что все время перевертыши, то есть любая вещь, она может быть объяснена из положительных с отрицательной точки зрения в зависимости от объяснения. Нет, нет, ну, Натан, не в этом же дело. Дело в том, что положение основное Рао Кука и Рао Шерки в мире все в мире свято. Что это значит? У всего в мире есть позитивное назначение, и любая вещь, она может служить каналом, связан со Всевышним каналом для божественного света. Но ты должен правильно это реализовать. Если ты реализуешь неправильно, ты разрушаешь мир, а не строишь. Поэтому та вот святость, которая в кругах, которая в природе, в ней тоже есть этот потенциал. Да, конечно. И несмотря на то, что он именно меня и притягивает, меня бы не притягивало то, что совершенно как бы бессмысленно, что не может никак реализовать. Но если я это делаю неправильно... Это как бы да, это так, но может быть после разрушения второго храма, когда исчезло пророчество, когда исчезла какая-то прямая связь, начались потемки. В потемках все зависит от комментариев. Любую вещь можно комментировать в одну сторону, можно комментировать в другую сторону. Нет, не всегда. Это не надо уж такой релитилизм. Это неправильно. Так получается? Нет, ну не так получается. Есть вещи, которые однозначны, которые нельзя. Есть вещи, которые обязаны. Но есть много ситуаций сложных, в которых есть конфликт, например, ценностей. Например, суббота для человека, а не человек для субботы. То есть, если у тебя есть опасность для жизни, ты можешь всю субботу отбросить. Это простейшие вещи. А есть вещи более сложные, в которых одна моральная ценность против другой моральной ценности и ты должен принимать какие-то сложные решения. Это же не зависит даже от религиозности. Просто религиозный человек это понимает. Религиозный как попало решает без задуманности. Природа это хорошо либо плохо. Природа она притягивает, но с другой стороны не открывается божественность, а с другой стороны представляет опасность. С третьей стороны, если ты идешь в парк и везде сидят хоридим, самые религиозные люди, вокруг них сквалки мусора. Никакого религиозного не имеют. Это религиозная пропаганда. Я не считаю, что мы должны этим заниматься. Ну хорошо. Не всегда и не везде. В колонии никакого отношения вообще нет. Что для них природа? Объясни мне. Но они тоже считают, что это шевел. Это неправда. Я полным-полно всегда видела этих хоридим, которые гуляют на природе и природа для них важна. Зачем надо общать? А есть другие, которые устраивают те же мусорные свалки и при этом мы не перейдем. Я тебя умоляю. Послушай, не будь адвокатом. Я хочу всех любить не меньше тебя. Тов, ну хорошо, давайте продвинемся. Нормальный район Мяшарева. Там это делается, когда они там, ну, не важно. Окей. Когда у них волнение. Это может быть. Ну давайте продвинемся дальше. Давайте, да, отчетно. Голос возлюбленного божественный идеал. Да. До главы второй седьмого стиха песня описывает задержки со стороны возлюбленной. С восьмого стиха описывается другое направление, идеальное. Голос возлюбленного. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Божественный идеал не считается со ступенями, перепрыгивая через горы, перескакивая через холмы. Сказано в Ялхут-Шимоне о Шираширин, что когда Мушеп пошел в старейшином Израиле и сказал им, пришло время вашего избавления. Они сказали ему, это невозможно. У них были ортодоксальные логические доводы, еще не прошли четыреста лет. Сказал ему Всевышний, я перепрыгну через них, как сказано, голос возлюбленного, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. И продолжает Ялхут-Шимоне, что когда придет Машиах, он встанет на крыше храма, вострубит в шафар и скажет, Израиль, пришел час вашего избавления, ну и тогда будут слышны религиозные возражения подобного рода. Будут говорить, что Всевышний сказал, что мы должны быть в изгнании среди всех народов, а мы еще не во всех народах побывали в изгнании. Есть остров в Тихом океане, на котором еще нет еврейской общины. И говорит Всевышний. Это юмор, это юмор, это юмор. Хорошо, предупредил. Да, да, да. Спасибо. Но это чистый реал сын, это чистый религиозный сионизм, чистым видом. А как я понимаю, просто это программа плана. Окей. Ну, правильно, да? Да. И говорит Всевышний, я перепрыгну через вас, как сказано, скачет по горам, прыгает по холмам. Со стороны божественного желания воплотить все самые чистые намерения в реальность, то есть это желание воплотить, божественное желание воплотить все самые чистые намерения в реальность, и со стороны этого желания нет никакой задержки. Он перепрыгивает горы и перескакивает холмы. То есть задержка только с нашей стороны. Еще не прошло 400 лет, еще не везде есть еврейские общины. Всегда находим какие-то себе отмазки. Но для Всевышнего нет вот этих всех причин, ступеней. Вот он хочет, и он сделает то, что намекается, перепрыгивает через холмы. Об этом говорит возлюбленный в 9 стихе. Да. Ответил возлюбленный и сказал мне. В меру его собственной бесконечности. Но желание получать, начиная наслаждаться, оно понимает, что наслаждается ради себя. И оно начинает строить экраны для того, чтобы получать вот это божественное наслаждение только в меру того, которое оно может принять, потому что Всевышний хочет, чтобы я это принял. И тут происходит вот эта конфронтация. С одной стороны, творение, оно строит какие-то себе ограничения. Вот то, что мы говорили, линия, что я там не буду есть или смотреть даже на запрещенные, потому что меня это как бы испортит. А желание это Всевышнего наполнить творение бесконечным наслаждением. И поэтому он начинает давить на вот эти ограничения, которые ставит себе творение совершенно правильное на определенном этапе. И это вот то, что говорится, что вот этот великий свет, который больше, чем свет святости, который находится в природе, он давит, давит на вот этот экран. То есть то, что запрещено, нас к этому влечет. Вот это вот называется ударом окружающего света. Так, там какой-то есть в чате вопрос. Так, у владыки мира как будто нет терпения ждать, пока мы будем готовы принять его. Всевышний приносит избавление, несмотря ни на что. Это состояние, когда Всевышний избавляет нас по принуждению, очень опасно. То есть вот то, что здесь называется коль дуди до фэк, да, что он голос, голос Всевышнего, он стучит, как бы он хочет войти. Вот это, как бы здесь, Раф пишет, что речь идет об ударе вот этого окружающего света, то есть того света, который вне. И при этом, как бы он, ну вот эти все наши ограничения, наши все, как бы причины, почему не сейчас, почему еще нет, он может легко перепрыгнуть. Вот, но если он сделает это, то это получается очень опасно. Об этом сказано в книге Ехескеля. Рукою крепкую мышцу и простертую излиянием ярости буду господствовать над вами. Я пока найду цитату, там мне кажется интересно, может быть у кого-то есть что-то сказать? Вот это вот коль дуди, да, это известная книга, знаменитая, я бы сказал, Рава Соловейчика, правильно, коль дуди? Вообще это, по-моему, везде как бы, ну, классически читается, что это сильно, как бы, некоторый призыв к действию, правильно, коль дуди? Ну, вот это самое интересное, что, как бы, весь конфликт хоридимо-религиозных сионистов, они строили по вот этой самой книге, да, по Широ-Ширим. То есть, одни говорили, коль дуди ехать надо, другие говорили, три заклятия, это запрещено. А книга про любовь. Ты все правильно говоришь, я дико изменяюсь, да, дико совершенно, ты все правильно говоришь. Надо только понимать, что все разговоры, с одной стороны, был Широ-Ширим, вот эти все замечательные эти, а с другой стороны, были погромы, которые кончились с катастрофой. То есть, сожжены 6 миллионами, понимаешь, и все. И это вот коль дуди, да, и как бы, это реальная история, это реальная еврейская история, понимаешь? Гораздо было бы красивее, действительно, сидели бы на лавочках, и вот в одном бейт-медраше бейт-шамай бы говорил бы так, а бейт-шамай бы говорил бы так, а потом пришли бы к некоторому решению, и спокойненько сели бы и поехали бы выраться из Сраиля. А при разрушении храма? Огненный столб, понимаешь? Вот как это разрулить, это непонятно. При разрушении храма то же самое. Да. Об этом и говорится здесь, очень опасно. Да? Да, вот правильно, то, что Раф говорит, что это очень опасно, очень опасно, действительно, как бы засиживаться и находить всякие объяснения для того, чтобы не действовать активно. Нет, 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 нет. Ну, как, да? Ну, поэтому, видишь, что это, если Всевышний сам будет тебе дофэк, если он сам будет тебя двигать, если ты его доведешь до этого, то это будет жесткие метры, но так оно и будет. А, да, ну тогда, да, я не... Окей. Ну вот, что пишет Ехэскель. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукой крепкую мышцу, простертую излиянием ярости, буду господствовать над вами, и выведу вас из народов и стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукой крепкую и мышцу, простертую излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, там буду судиться с вами лицом к лицу, как судился я с отцами вашими в пустыне земли египетской. Там буду судиться с вами, говорит Господь Бог, и проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета». То есть вот завет, ну, союз, да, он все равно будет, но если он будет насильно, то это будет неприятно. Ну, неприятно, мягко сказано, да. Мягко сказано, да. Окей. Идем дальше? Ну, да. Так, союз, ну вот это слово, да, у которого там множество значений, и все они здесь обыгрываются, обернись, да, и от этого же слова «поворачиваться», «поворачиваться», «крутиться», «вертеться», и от него же происходит слово «себа». «Себа» — это причина. Однако Всевышний как будто старается сдерживать себя, не давая себе раскрыться сверхмерами. Он считается с нашими слабостями и устанавливает себе экраны, да, вот эти вот масахим, экраны, завесы. Изначально масах — это завеса, которая висела, в которой завешивался вход в мешкан, вот. Ну, в Кабале это одно из принципиальных понятий, это как раз вот эти преграды, которые разделяют творца и творение, благодаря которому творение как бы не может не сгореть, да, вот в этом свете Всевышнего, который в неисправленном виде, он будет для него деструктивен. И поэтому имя его Гибор. Кто такой Гибор? Тот, кто преодолел свое злое начало, как мы знаем из Перкеа Вод. То есть у Всевышнего тоже есть вот это сильное желание раскрыться, да, но он его сдерживает, считается нашими слабостями. Поэтому он называется Гибор. Как будто его бесконечность ограничивает себя, чтобы не раскрыться в совершенстве из-за того, что считается с нами. Поэтому он раскрывается через мир причинности, да, улам-сибатиют. Да, да, причинно-следственные связи. То есть он может без всяких причин просто раз и раскрыться, да, но это будет, как мы прочитали, опасно, да. И при этом он скрывается на причинно-следственные связи вот этот мир. И еще вот это как бы слово сов, да, свивот, это все круги. Это опять же отсылка вот к линиям и кругам. Поэтому он раскрывается через мир причинности. И это то, что сказано дальше. Голубка моя в расщелине скалы, в укрытии утеса, покажи мне облик свой, дай услышать мне голос твой, ибо голос твой сладок, и вид твой красив. Да, то есть вот здесь вот голос возлюбленного, да, он хочет раскрыться, но творение прячется. И отвечает возлюбленное возлюбленному, ловите нам лисиц, маленьких лисиц, которые портят виноградники. А виноградники наши в цвету. Возлюбленная еще не готова к встрече. Она должна стеречь виноградник от лисиц. То есть вредителей, которые приходят поесть в то время, когда виноградники в цвету, пока не созрели плоды. То есть как бы Всевышний готов раскрыться, он готов прийти, он стучит, его голос, да, открой мне. Но возлюбленная должна стеречь виноградники. То есть есть еще какие-то вредители, какие-то лисицы, которые пока что не пришло время, они готовы прорваться и все испортить. И поэтому как раз нужно вот то, что называется стеречь виноградники. Нет, немножко не доходит. Что за лисицы и что за вредители. Это вот та природная святость, да, которая предназначена нам в пищу, в потенциале. Но пока, если мы начнем ее как бы употреблять, она нас просто-напросто разрушит. И мы должны выдерживать вот этот как бы период, период Аллахи, да, что запрещенное запрещено, разрешенное разрешено. То есть мы не можем сказать, что вот из-за того, что в мире, значит, в голливудских фильмах уже там показывают нам вот эту природную любовь, там, как Леабдель, да, в Широширим, то, что у нас там уже стираются грани между полами, у нас там проявляется феминистическое движение, что говорит о том, что идет уже пробуждение снизу. Значит, все, значит, уже время настало, уже все, времена Машеха, можно уже это есть? Нет, нельзя. Время не пришло, нужно стеречь виноградники, есть Аллаха. Ну, да, все-таки поэтому, да. Хотя, может быть, лисинцы здесь, они как санитары леса выступают, нет? Это как? Нет, мне пришло в голову. Ну, лисинята тут вообще довольно опасные. Да, мехаблим, они прямо называют. В современном языке это террористы. Теперь такое слово мехаблим, это террористы. А тогда они просто вредят этим виноградникам. Лисицы-террористы, да? Вредители, вредители. В следующем стихе возлюбленный говорит нежно, но настойчиво. «Пока дышит прохладая тень и убегают тени, обернись». Вот этого слова «сов», да, которое в заголовок поставлено. «Обернись», будь подобен газели или молодому оленю на расселенных гор. Ну, есть известный митраж, почему сравнивается Всевышний с оленем в песне «песня», потому что когда он убегает, он смотрит назад. И так и Всевышний от нас скрывается, но при этом он поворачивает к нам лик, тем самым привлекая нас бежать за собой. Вот это вот как раз софт, да? «Пока дышит день и убегают тени». То есть все время, пока зло не устранено из мира, обернись. То есть гистовэк, да, крутись. Я вот не очень понял, почему вот это «дышит прохладая день и убегают тени» это то время, пока зло еще не устранено из мира. Может быть, есть какие-то мысли? Ну, целалим, я думаю, это что-то негативное, да? Тут НАСА непонятно, то ли они бегут, то ли они убегают. Пока еще не ушли тени, да. НАСА устранились. Пока тени еще есть. Мне кажется, так. Так, и получается, что пока в мире есть зло, да, мы просим Всевышнего софт, да, обернись. То есть крутись. То есть облачайся вот в этот мир причин. Вот в эти круги, в эту природу, да. Скрытие то, что природа зачем, за которой Всевышний скрывается. Мы просим Всевышнего ввести себя по законам причинности мира. Со стороны Всевышнего нет никакой необходимости проходить по лестнице причин, да. Тут интересно написано «Лавор Дерек Сулама Сибатиют». То есть есть некая лестница между нами и бесконечностями. И она с нашей стороны какая-то невероятная лестница, в которой там каждую ступень нужно штурмовать. Но для Всевышнего, который эту лестницу построил, для него никакой лестницы нет. Да, он не видит вот этих преград абсолютно. Он не порабощен причинностью, поскольку он причина всего. Только среди народов, да, Эцеля Гуим, говорят о причинах как абсолютной ценности. Как сказано в Терим, все народы окружили меня. Гуим Савабуни, да, Коль Гуим Савабуни. Я думаю, был у меня вопрос, но мне кажется, я знаю, как ответить, я не уверена. Почему она просит его не устранять причинности? Казалось бы, он готов, я все причины, все преграды разрушу, я все тебе дам. Независимо ни от каких причин. А она говорит, оставь пока в мире причинность. Потому что на самом деле, мне кажется, единственная возможность для нас, для людей, что-то делать, как-то действовать, это только тогда, когда в мире действует закон причинности. Если его нет, мы сами не понимаем. Причинность – это логика. То есть есть какая-то логика. Причинность – это логика. А происходит потому, что… Законы природы, короче. Да. Я не могу выйти из двери, если я не знаю, сегодня она в одну сторону открывается, завтра в другую, третье открывается вообще. Когда я не… Законы знаю, но более-менее я понимаю, что как законы физические, так и законы моральные. Если я поступаю подло, то мне за это не полагается награда. Это понятно. И не должно быть наоборот в мире. И это то, что позволяет нам действовать народом, людям, всему человечеству. А если ты сейчас все это сметешь и приведешь к нашему глуполучному концу, то есть фактически переверни на последнюю страницу книги. Все кончилось хорошо. Ладно, там середину можно не читать. А что ты тут сделал? То есть я хочу действительно заслужить, как Андрей говорил, заслужить это то, что я получаю. А иначе моя рода исчезает вообще. Я ничего не сделала. Так мне кажется. Да, то есть благодаря вот этим вскрытиям Всевышнего у нас есть и свобода выбора. Если нет вскрытия, то у нас выбора никакого нет. То есть мы с ним сливаемся. Ну, вообще, конечно, все-таки это ужасно опасная вещь, мне кажется. Ужасно опасная вещь. Вот даже проведение такой идеи о том, что вся эта сибытию, то есть вся причина-следственная связь, вся логика, вся система, по которой мы принимаем решения, это все на самом деле только для нас. Это иллюзия, никакого значения это не имеет. Понятно, люди в реальной жизни, особенно те, которые не имеют значения. Это, можно сказать, корона тоже никакого значения не имеет. Вообще, человек умер, это только иллюзия. На самом деле, в другой мир перешел. А чем ему вакцину делать? Может, ему там еще больше кайф будет, понимаешь? А что бороться? Редукция, то, что ты занимаешься, понимаете, называется редукцием, это абсурд. Мы об этом говорили. Почему? Все, нет, это абсурд. Это, так сказать. Мы об этом говорили перед Куревом, кстати. Ну, в конечном итоге, все не имеет значения. Ну, так, ну, как бы такая же. Все в его воле, там, все в большом управлении, от меня ничего не зависит. Ну, ваше предположение о том, что... Ты на своем месте, ты на своем месте не имеешь права так рассуждать. Это единственное, что имеет ценность в этом мире. Это твой свободный выбор. Это единственное, что я могу сделать. Это важнейшая моя задача. А, так сказать, то, что там написано в этой толстой книжке, может быть, у меня роль главного героя, может быть, у меня второстепенная, неважно, я должен ее сыграть. Раневский, например, он много лет не играл главных ролей, но никто не помнит этого наденыша, например, какой там сюжет, и кто там был главный герой. А все помнят, мол, я не героймирую меня. Помните, да? Ну, хорошо, мы правильно. Она эту эзотическую роль сыграла так, что вот она там стала центральной, конечно. И так же и в нашем мире. Может быть, ты, так сказать, всю жизнь там был первым учеником и учил вторую, и все делал, а в тот момент, что тебе нужно было поступить морально, ты поступила морально, и все, и ты провалил свою роль. Или наоборот, ты всю жизнь был там последним двоечником, но когда тебе пришлось лечь на амбразуру, ты лег и заслужил историю, повернул в другом направлении. Вопрос в том, насколько человек в реальной жизни может действительно совершенно серьезно относиться к причинно-следственной связи, если у него подскудная мысль, потому что на самом деле это только оболочка, а реально в этом никакого итога для нас. Я не знаю, почему у него должна быть такая подскудная мысль, нет? Я думаю, это неправильно. На самом деле мы узнали об этом только недавно, да? Всю жизнь-то как бы была четкой аллаха. То есть, вот, по-моему, до Рава Кука никто прямым текстом не говорил о том, что в потенциале мы должны включить в себя вот эту природную святость. Нет, я думаю, говорил так, безусловно. Говорили о Кабале, наверное, не было бы, я слышал, но не на пустом месте. В Кабале это всегда об этом шла речь, но это всегда было на грани, да? Потому что это опасная вещь, поэтому… Да, это опасная вещь. Вот у меня… Я привезу прямым текстом, да? Кабала же она не говорила прямым текстом. Нигаева не об этом говорит. Нет, ну, мне кажется, нет. Ведь он же не смог найти никакого ответа путем, вот, понятно, причинно-следственных связей. Да, не мог. Не смог. Ну, это другой аспект, да. Господа, мы должны через пару минут заканчивать нашу замечательную беседу. Ну, во всяком случае, остались со многими вопросами. И можно с этой точки начать в следующий раз, хотя она, как бы, мы в середине. Я думаю, да, мы в середине, и мы продолжим в следующий четверг с Божьей помощью. Замечательно. Спасибо большое, Андрей. Да, очень хотелось бы дальше общаться, и все, но, к сожалению, у нас это… А может быть, мы опубликуем, если уж вы перевели эту вещь? Может, потом мы опубликуем? Какую? Если решит на дом, потому что там же есть автознительные права на эту книгу. На какую? Подожди, на какую? Перевод. А можно ли перевод где-то опубликовать? Послушай, ну, это наши люди, Владер, а в шерке, правильно, если можно? Ну, поговорите. Да. Потому что если есть уж перевод, жалко, чтобы он так остался, не опубликован. Да, конечно. Конечно. Ну, всем. Ну, хорошо, тогда мы заканчиваем. Через пару минут должен начаться Мерлен. Всем спасибо. Пока, пока, пока. Всем счастливо, пока.